В 2011 году совместно с Антоном Нихаевым организовал стартап для реализации голосовой диалоговой системы «Речевой портал». Ведет блог компании Prime Talk на Хабра-Хабра и занимается созданием бигдата-системы с ивент-сорсинг-рактитурой для отслеживания истории игрового мира. Арсений, добро пожаловать. Благодарю. Ну, опять небольшие технические заминки. Ну, в общем, можно продолжать, наверное. Сейчас проверим, работает ли у нас. Нет, у нас не работает. Таня, все-таки надо помочь. Нет, не здесь, там в компьютере, чтобы оно завелось. Но оно не показывает. Минутку. Все, заработала? Ну-ка. Все, прекрасно. Так, ну я внизу. Или вверху? Нет, внизу вверху. Вверху лучше. Итак, хочу поблагодарить организаторов за очень такую хорошую и бодрую конференцию, которая охватывает сразу много городов. И в Воронеже есть компания Mail.ru, которая занимается разработкой видеоигры Alloda Online. И я один из разработчиков, руководитель одного из отделов, который занимается разработкой инструментария этой игры. Мы делаем, сейчас разрабатываем новую версию инструментария игры с использованием вот такого стека технологий. И хочу немножко рассказать о том, что делаем, как делаем, зачем делаем и что получается. Это у нас так выглядит примерно заставка последней версии игры. В игре, как игра устроена, есть игровой сервер, которому все получаются с помощью игровых клиентов. И игра происходит одновременно и на клиенте, и на сервере. Клиентская часть, все, что происходит на клиенте, оно проверяется на сервере. Инструментарий игры наблюдает за этим сервером. Внутри сервера, внутри игры есть у нас такие вот сущности. Есть аватары, это игровые персонажи, которые там бегают. И сходные с ними сущности, аккаунты, души, там, переродки. Есть ресурсы, например, и тема, неигровые персонажи, квесты и так далее. Самые такие тяжелые вещи по количеству это предметы и квесты, потому что на каждого персонажа приходится тысяча предметов и сотни квестов, которые он делает. В игровом мире в ходе игры происходят разного рода события. Кто-то куда-то прибежал, кто-то кого-то убил, купил какие-то предметы, обменялся с кем-то и так далее. Вот эти все цепочки событий, они приводят к тому, что состояние игрового мира меняется. А инструментарий должен наблюдать за тем, что там происходит. Вот у нас такие события есть. События отклассифицированы. Создание и уничтожение, чего бы то ни было. И, по сути, изменение свойств. То есть мы можем сказать, что все, что происходит в игре, мы можем описать всего небольшим количеством принципиально отличающих типов событий. Создание какой-то сущности, потом у нее меняются и меняются свойства, и в конце уничтожение сущности. Еще также немножко обособленно стоит бухгалтерия. То есть когда мы переводим деньги или покупаем какие-то предметы, нам необходимо очень точно следить, какое количество у нас денег и предметов определенного вида находятся у пользователей. Для того, чтобы оператор, то есть игра не только разрабатывается, но еще и оперируется, оператору необходимо за игрой наблюдать и вмешиваться в игровой процесс разного рода. Во-первых, нам необходимо понимать, насколько люди пользуются каким-то игровым элементом, чтобы знать, разрабатывать новые такие элементы или не надо разрабатывать, может быть, что-то надо скорректировать. Участвуют они в сражениях или не участвуют, что получают. Бывает, что пользователи по ошибке что-то удалили у себя или что-то случилось, они обращаются в службу поддержки, необходимо видеть, что происходило с предметами у этого аватара. И необходимо следить еще за тем, что иногда бывают, например, программные ошибки, в результате которых появляется возможность так называемого багаюза. То есть игроки могут несправедливо приобретать больше ценностей, например, или больше опыта более простым путем. Раз. И не только из-за программных ошибок, например, специальные хакеры могут взломать вместо клиента одного, поставить свой клиент и поставить бота. Да, с этим тоже надо бороться. Какие задачи вообще у инструментария игры? Это наблюдение за тем, что там происходит. И вот такие вещи, как вмешательство. То есть мы можем кому-то что-то передать, можем провести акцию рекламную, нерекламную, и массово разослать, например, приглашение в игру, или массово раздать там предметы какие-то, если там поняли, что была какая-то проблема. Администрирование. Мы можем менять, ну там есть интернет, не интернет-магазин, а игровой магазин внутренний. Мы можем им управлять. И разного рода события, которые игровые. Мы можем включать-выключать, запускать новые, подводить итоги и так далее. Новый геймтул, вот этот инструментарий игры, называется у нас геймтулом. И новый геймтул мы делаем с учетом того, что у нас уже существующий геймтул. И там есть за время эксплуатации уже игра лет 7, наверное, как минимум существует, а то и больше, 8 может быть лет. За это время уже этот инструментарий оброс разным функционалом и требует переработки. Вот поэтому новая архитектура примерно следующим образом выглядит. Значит, игровой сервер, вот с точки зрения геймтула, игровой сервер представляет собой черный ящик. И все, что мы о нем знаем, приходит к нам с помощью событий. То есть в игровом, в ходе игры, при каждом действии, о котором требуется знать в геймтулах, происходит запись в журнал событий. Таких каналов 280 штук. Все данные помещаются в очередь, в данном случае Kafka, то есть мы используем Kafka, помещаются в очередь, а потом перекачиваются с помощью отдельного процесса, называется ETL Extract Transform Load. То есть это специальный процесс, который работает непрерывно, разбирает очереди, которые там образовались в результате работы игрового сервера и раскладывает это все аккуратненько по нормализованной базе данных. Некоторые вещи мы берем непосредственно с базы данных боевого сервера, только не с самой базы, а с реплики этой базы. Потому что основная база, она нагруженная, и дополнительные запросы ее могут затормозить работу. Поэтому делается реплика, онлайн-репликация, и данные мы берем с реплики. Также есть еще дополнительный источник данных. Это базы данных старого геймтула. То есть в новом геймтуле у нас пока не весь функционал реализован. Часть у нас данных берется из старой базы. И планируется исторические данные перемещать в Elasticsearch для того, чтобы можно было уменьшить нагрузку на нормализованную базу. Ко всему этому, то есть все эти источники данных объединяются в виде нормализованного такого представления, которое мы называем Smart Store, который позволяет, по сути, отбирать данные, брать данные по событиям по типам и по глобальному идентификатору объекта получить его данные, где бы они ни лежали и в каком бы виде они ни были представлены. Для того, чтобы мы могли строить вот такую систему с использованием обобщенного программирования и с использованием, как бы, вход написали для одной сущности, и он используется для всех такого же рода сущностей, необходимо данные все представить не в виде объектов, а потом с ними как-то через рефлекшн работать, а в виде одного типа, с помощью которого можно представить данные о любых сущностях. Мы используем подход на основе антологии. Антология позволяет нам описать всю терминологию нашей предметной области. То есть в нашей антологии сообщается, что есть такая сущность, как аватар, у аватара есть такие-то атрибуты, есть сущность, например, душа, есть сущность предмет, и все эти сущности связаны. То есть в самой антологии нет кода, который что-то функционально делает. Антология только описывает структуру предметной области. Дальше на основе того описания, которое здесь есть, работают все остальные компоненты. То есть мы говорим, что по каналам идут события о такой-то сущности, и в этом канале содержатся такие-то атрибуты. То есть мы можем описать любой канал с использованием терминологии антологии. При прокачке данных мы уже знаем заранее, что за события пришли нам из канала, и исходя из структуры из этой же самой антологии, мы знаем, куда надо положить эти данные, как их разложить. И тоже делается это практически автоматически. Структура базы данных. В базе данных для каждой сущности может быть создана таблица с текущими значениями, может быть создана таблица с историческими снимками, то есть значение сущности на какой-то момент времени. Может быть создана версионная таблица, то есть для какого-то интервала времени, таблица он указан, значения таких-то полей неизменные были таковы. Вот такая версионная таблица. Может быть, могут быть данные, представленные в виде событий. То есть наша система, она основана на подходе event sourcing, и первоисточником являются события. Мы состояние системы восстанавливаем по событиям. Поскольку антология у нас описывает принудительность, мы можем это аккуратненько разложить по базе данных. Пользовательский интерфейс также опирается на антологию, потому что мы можем сказать, что на этой форме или в этом списке мы хотим представить какие-то атрибуты сущности. И пожалуйста, вот у нас уже данные выводятся, атрибуты все есть, локализация на другие языки тоже привязана к антологии, поэтому это вот как бы ядро, концептуальное ядро системы. Значит, вот как используется антология. То есть мы ее описываем в объектах, а потом мы используем для описания событий, для описания команд, которые отправляются на сервер, для описания структуры базы данных и для интерфейса. Ну вот это немножко пугающий слайд. Здесь написано, как выглядит примерно антология, которая у нас используется. Есть страничка, на которой как бы это и где и описано. Для того, чтобы наш продукт был востребован пользователем, необходимо, чтобы не только учитывать требования пользователя в виде «нам не нравится в старом интерфейсе то-то, то-то, то-то». Вот мы бы хотели так-то, так-то. Дело в том, что, ну, конечно, все у нас нацелено на пользователя, но пользователи зачастую не могут сформулировать сами, собственно, пользователи, не могут сформулировать, что им на самом деле требуется. То есть они видят то, что есть, и говорят, что вот это неудобно. Это они могут сказать. Было бы вот так, было бы удобнее, потому что мы видели в другой программе. А то, чего они не видели раньше, они не могут заказать. И они знают, что это возможно. Поэтому мы при разработке вот этой нашей системы провели аналитическую работу, что на самом деле требуется пользователям. И вот сделали такие, как бы, базовые тезисы, на основе которых, как бы, на концепции, да, строится интерфейс. То есть полная связанность графа. То есть если человек зашел на какую-то страничку, то он из этой странички, пользуясь разными средствами, навигацией, там, перекрестными ссылками, должен иметь возможность добраться в любую другую точку системы. Каждый объект в системе, каждый аватар, каждый предмет, каждый квест должен быть, должен иметь унифицированный идентификатор. Вообще говоря, с идентификаторами есть определенные, так сказать, сложности, потому что многие объекты имеют несколько идентификаторов. С одной стороны. Дальше. Многие объекты идентифицируются не абсолютно относительно всего этого игрового мира, а относительно какого-то другого объекта. Там какая-то относительная адресация. Поэтому для того, чтобы представить идентификатор, это тоже представляет определенную сложность. Если мы где-то выводим сведения про какой-то объект и в нем есть ссылки на другие сущности, то мы изначально закладываем в нашу систему то, что все внешние ссылки будут гиперссылками. То есть мы нажимаем на ссылку, переходим к описанию самого этого объекта. И плюс будет всплывающая подсказка, где будет краткая информация, что-то вроде баннера. То есть такая всплывает подсказка, где краткая информация об объекте уже есть. Ну, полнотекстовый поиск, естественно, потому что все привыкли к Google, ввел, получил результат. А в системе, ну, обычная система для просмотра баз данных открыл какой-то списочек, и там только, дай бог, если есть поиск. Еще одна потребность у пользователей – это перманентные ссылки. То есть у нас с нашей системой работает несколько операторов. Первая линия, там сидит очень много людей. Им необходимо между собой как-то обмениваться тем, что они получили. Вот они, допустим, нашли какую-то проблему, отыскали ее в навигации, да, и им надо вот на это текущее представление получить ссылку, чтобы передать ее товарищу. Вот теперь мы закладываем такую возможность, чтобы это было возможно. Делать пермалинк на условия фильтрации, на текущее отображение, и вот этот пермалинк можно легко передать товарищу. Так, вот как примерно выглядит идея event-сорсинга. Она уже, в принципе, описана давно, существует. Жизнь сущности начинает, жизнь какого-то экземпляра начинает с того, что он создается, потом по нему происходят какие-то события, изменяются атрибуты и так далее. И вот, значит, есть какие-то потоки событий. И мы хотим в любой момент времени в прошлое вернуться и посмотреть, какое было состояние объекта в тот момент. Это вот что-то вроде тайм-машины. Если брать event-сорсинг непосредственно, вот как он есть, то нам необходимо взять снимок для какого-то момента в прошлом. Если у нас снимка есть, то мы берем абсолютное прошлое, когда еще этой сущности не было. После этого, начиная от этого снимка, нам надо выполнить все события, которые были, и мы получим состояние объекта в нужный момент времени. Если мы обеспечили полноту потока событий, то мы совершенно точно восстановим состояние сущности. Это вот такая концепция event-сорсинга. Если мы пользуемся представлением не целостной сущности, а с помощью антологии, то у нас открывается возможность работы с отдельными атрибутами. Дело в том, что, как оказывается, события, которые идут из системы, они в значительной степени независимы. Например, если аватар получает опыт, то затрагивается всего там несколько атрибутов, а другие атрибуты остаются неизменными. Например, имя аватара меняется крайне редко. То есть оно когда-то там установили в начальное значение, и дай бог, если там через год он захочет поменять. То есть частота изменения атрибутов разная. И потребность в этих атрибутах у оператора тоже разная. То есть когда человеку нужно посмотреть краткую информацию, он заходит на страничку с краткой информацией, там всего там с десяток атрибутов. Нам нет необходимости прогонять все события полностью по этому аватару, при том, что ему надо вывести всего 10 атрибутов. Поэтому мы можем прогонять только те события, которые относятся к требуемой схеме, которую отображаем на экране. Здесь, соответственно, показано, что если нам надо восстановить на какой-то момент времени, нам требуют всего два последних события зачастую. По разным причинам возникают пропуски в потоке событий. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни стремились, как бы мы ни старались сохранить полноту потока событий, то есть поток событий, в принципе, мы его стремимся сохранить полноту. Тем не менее, в нем возникают пропуски. По каким причинам? Ну, во-первых, мы можем импортировать какие-то существующие данные, где за старые промежутки времени просто не было данных. Бывает, что произошла какая-то программная ошибка, и данные за какой-то период времени стали невалидны. Их необходимо удалить. Иногда бывает, что вот такое стечение обстоятельств, что администратор, значит, дежурный администратор, который там должен был на каникулах следить за тем, чтобы эта система работала, заболел, и в этот самый момент что-то произошло, переполнился диск. То есть бывают еще и такие моменты. Для того, чтобы один раз ответить на такую проблему, как полнота потока, мы сделали событие компенсации. То есть периодически запускается процесс, который сверяет, что говорит нам наша база, до какого состояния мы доходим, и что говорит нам текущее состояние этого аватара в игровом сервере. То есть мы берем, запрашиваем игровой сервер, какое там состояние у нас, он нам дает подробную информацию. Прогоняем из себя венсорсинг, доходим до текущего момента, сравниваем. Ага, вот здесь у нас есть расхождение. И мы создаем такие красные события, которые говорят, что, ребята, вот здесь у нас возникло расхождение. Если таких событий компенсации немного, то по каждому такому, в принципе, необходимо расследование. То есть мы видим, что есть проблема, данные не поступили. Почему? То ли из-за ошибок, то ли из-за отключений, то ли еще по каким-то причинам, то ли вообще это не написан код, который эти события доносит до геймпула. То есть причин может быть много. И появление вот этих красных событий, они позволяют, с одной стороны, восстановить полноту потока событий. То есть мы знаем, что вот в этот момент уже у нас данные пошли правильнее. С другой стороны, позволяет совершенствовать процесс и добиваться полноты событий реально. Исторические данные – это вещь такая, что, ну, вообще событий в игровом мире происходит очень много. То есть там вот постоянно идет некий поток событий, там массивный поток событий. И текущее состояние системы, оно очень богатое. То есть там кто-то где-то находится, кто-то куда-то бежит, кто-то там что-то сделал. Вот вся эта полнота текущего состояния, она, ну, теряет свою актуальность со временем. То есть нам не требуется восстанавливать там на, что было месяц назад, в какой именно, в какой именно точке находился Амватар. То есть это может быть интересно вот по горячим следам, что там происходило. А через месяц уже это уже не так интересно. Потому что если там была бы какая-то проблема, то уже бы давно обратились, уже бы началось расследование. Поэтому исторические данные необходимо прореживать и очищать. Для этого используются механизмы, ну, в принципе, такой же механизм компенсации. То есть мы можем удалить старые события и сформировать эти события коррекции или сделать снимки. Ну, это вот тайм-машин, можно так сказать. То есть мы иногда, для некоторых задач мы используем хранение, которое сплошным образом покрывает линию времени. То есть мы говорим, что мы знаем состояние существа в каждый момент времени точно. Какие технологии мы используем у себя? Первое. Плей. Значит, мы пишем на платформе Java, на платформе JVM и выбирали современный веб-фреймворк, который бы поддерживал современные веб-технологии, там, асинхронность, аяк, чтобы можно было использовать, непрерывный пушинг данных на клиента и так далее. То есть мы хотели, чтобы у нас была современная технология. Плюс к этому мы хотели, чтобы у нас был шаблонизируемый интерфейс. То есть мы можем шаблоны связать с нашей антологией и дальше в любом месте нашего интерфейса все сущности будут представлены совершенно унифицированным образом. Тем самым мы избегаем дублирования кода и обеспечиваем представление, унифицированное представление тех данных, которые мы хотим отобразить. Вот. И остановились мы на play. То есть там есть два таких ключевых фактора. В принципе, это современная развивающаяся технология. Один фактор. И второй фактор то, что play очень хорошо работает со скалой. То есть там шаблонизатор хорошо совместим со скалой и вообще там поддержка сделана хорошая. Ну и за счет того, что это современная технология, то есть мы очень быстро разрабатываем. Там что-то поменяли, нажали, обновили в браузере, и все работает. Мы используем для разработки скала, потому что скала увеличивает производительность труда. Ну, в четыре раза примерно. То есть то, что требуется разрабатывать на Java дольше, мы делаем быстрее. За счет чего? Значит, мы можем… У скалы есть много слоев, которыми она позволяет пользоваться. Когда только начинаешь использовать скала, это значит Java без точки с запятой. То есть там просто даже переходя на Java, мы уже сокращаем объем кода. Даже если мы там ничего сверхъестественного не используем. И вот в таком режиме скала в принципе эквивалентна Java. То есть, ну, за исключением там некоторых отличий по синтаксису, в принципе, программа, написанная на вот таком уровне, она будет понятна любому Java разработчику. Но скала несколько богаче за счет того, что она предоставляет мощный инструментарий, которого просто нет в Java. Задачи, которые приходится решать разработчикам, то есть когда делаешь какую-то универсальную систему, задачи достаточно, ну, такие сложные, абстрактные и требуют написания обобщенного кода. Вот если такого рода задачи решать с помощью Java, то возникает проблема нехватки этих средств. То есть в Java просто не хватает средств. И приходится изобретать какие-то собственные решения, которые, ну, не на compile-тайминг, например, а в run-тайминг будут какие-то вещи делать. Java, ну, в скалах, в свою очередь, это как Java++, да? То есть она поддерживает развитую систему типов и умный компилятор, который многие вещи делает за разработчика. То есть благодаря наличию в языке такого инструментария можно разрабатывать более сложные системы и за более разумное время, и они будут более поддерживаемы. Но, как бы, понятное дело, что освоение развитого инструментария требует определенных усилий от разработчиков в плане повышения квалификации. Значит, также мы используем библиотеку Synapse Grid, которая обеспечивает, как бы, интегрированное функциональное программирование. Ну, функциональное программирование, в принципе, наверное, все уже наслышаны, что это такое. Вот, там функция имеет один вход, один выход, и, пожалуйста, пользуйся, все прекрасно, отлично соединяются между собой, побочек, нет, нет, все прекрасно. Как только начинаешь собирать сложную систему, оказывается, что сделать функцию с двумя входами, двумя выходами не получается. И вот в обычном функциональном программировании ну, это представляет определенную сложность. Есть вот такая библиотека, которая позволяет соединять, строить датафлоу-диаграмму, где много-много функций, маленьких таких биполярников, да, с одним входом, одним выходом, связаны с помощью контактов в какую-то сложную конструкцию. Мы ее используем для двух вещей. Для прокачки данных, ну, это вот просто картинка такая, и для запуска процессов. То есть, Game Tool, он содержит в составе, поскольку сложная система, в составе него есть много разных отдельных процессов, которые запускаются по расписанию, которые запускаются, работают непрерывно, какие-то процессы только в начале должны запуститься при включении программы, какие-то процессы зависят от того, успешно-неуспешно завершился другой процесс. Вот для того, чтобы… А, еще завершение тоже. То есть, при завершении программы надо, чтобы какие-то вещи произошли в определенном порядке. Для этих целей мы используем вот такую конструкцию. То есть, вот есть каждый процесс представлен таким подсистемой. есть несколько входов и выходов. При запуске программы на вход появляется сигнал, типа запуск программы. И дальше все процессы друг за дружкой начинают стартовать согласно схеме данных, которые там есть. При этом вот эти все узлы работают с помощью библиотеки акка, работают на экторах, запускаются параллельно. И в принципе мы планируем распределить их на несколько узлов. То есть у нас будет такой кластер с большим количеством процессов, которые конфигурируются централизованно и запускаются потом с помощью событийной модели в нужном порядке. Что-то вроде orchestration получается. Для работы с базой данных мы используем библиотеку Sleek. По Sleek тут даже недавно была Scala User Group. И там вот про этот Sleek очень много так рассказано. И даже есть видео где-то на YouTube, если интересно. Значит, есть такое понятие, как set comprehension. То есть это конструктор множества. Математики для того, чтобы описать множество, они не представляют элементы как программисты. 1, 2, 3, 4, 5. Они так не делают. Они говорят, что мы задаем множество с помощью характеристической функции или с помощью свойств, описания свойств этого множества. Вот здесь есть что? Натуральные числа. Генератор. Дальше есть условия какой-то отфильтрации. И отображение. Их в квадрате. То же самое может быть представлено на SQL. Вот у нас генератор, отображение, условия фильтрации. И на любом функциональном языке. Это называется, в скале, например, это называется for comprehension. То есть это конструктор множества на основе описания свойств. Вот, пожалуйста, генератор, условия фильтрации и отображение. Ну и во многих функциональных языках есть аналогичные конструкции. Самое главное, что вот Sleek приносит, это он говорит, что вот эти for comprehension, они в принципе эквивалентны конструкции select comprehension, которые используются в SQL. Причем они концептуально эквивалентны. Поэтому это открывает возможность представить запросы, любые запросы к базе данных на языке, вот на таком языке Sleek, а потом их уже выполнять на базе. То есть мы, ну, какие-то сложные вещи зачастую программисты делают как? В несколько приемов, за несколько обращений к базе. При этом теряется возможность оптимизации запросов на самой, на конечной точке. Вот, если использовать такую библиотеку, то мы описываем сложный запрос, его конструируем, собираем из кусочков, потом кинули в базу, в базе этот запрос с помощью оптимизатора наилучшим образом выполнился. И мы получаем сразу конечный результат за один запрос к базе. Ну и в случае чего в Sleek, если мы, допустим, не справились написать сложный запрос, мы можем обратиться к специалисту, который нам поможет написать на SQL. Ну и, соответственно, чтобы выполнить запрос на SQL, достаточно вот такой простой конструкции. И обратите внимание, что передача параметров делается с помощью interpolation. То есть string interpolation. Это все превращается в параметры запроса. Postgres. Значит, вот этот вот Postgres, он обладает развитыми возможностями как база данных. То есть, в частности, там можно объявлять пользовательские типы, можно делать, создавать иерархию между таблицами, ну то есть иерархию наследования. И Sleek всеми этими возможностями позволяет воспользоваться на языке Scala, а потом он с помощью компилятора перегоняет все это дело в SQL, который совместим с Postgres. Это немножко страшная картина. Главное что? Что у нас здесь есть код на языке, ну вот этом, Scala Sleek, а здесь у нас получается сгенерированный SQL, который отправляется на базу. То есть, мы видим, что у нас используются join'ы по каким-то критериям и конструкторы каких-то вызываются функции. И все это переводится потом на полноценный SQL, ну это тот SQL, который реально будет исполняться на базе. Наследование. Вот как выглядит примерно наследование. То есть, мы объявляем несколько табличек, которые связаны между собой стрелочками, и поля, которые объявлены по очереди, допустим, здесь раз поле, два поля, три поля и четыре поля. Вот эти все четыре поля окажутся вот в этой табличке. Что это дает? Это дает менеджмент. То есть, конечно, кто ему скажет, а почему бы вам не сделать просто табличку сразу с четырьмя полями? Ну когда у нас табличек сотни, вот такого рода, то любая поддержка таких таблиц, она усложняется. То есть, если мы хотим какое-то поле переименовать или поменять тип, то мы должны это сделать индивидуально в каждой колоночке, в каждой табличке. Вот. В такой схеме, если мы хотим что-то поменять, например, добавить еще один атрибут к ссылке аватара, чтобы он адресовался с помощью шарда, например. Мы это можем сделать легко. То есть, в одной точке поменяли, во всех остальных табличках все обновилось. так, а, как это выглядит в SQL, вот эти составные типы, составные типы, вот мы их объявили в программе, мы их объявили, вот они, в виде SQL запроса, и вот так они выглядят в виде данных. То есть, это, грубо говоря, пара. И все это работает непосредственно из кода программы. Еще более страшный запрос. Здесь описывается некоторый DSL уже. То есть, мы говорим, что мы хотим сохранять данные за последний день, за последнюю неделю, за последний месяц и за год. С помощью такого DSL, то есть, Domain Specific Language, мы описываем нашу задачу. То есть, мы хотим сохранить самый первый снимок вообще за все время. Хотим самый последний, снимок за все время. Все в пределах последнего дня, все снимки, которые были сделаны в пределах последнего дня. Первый снимок за последний месяц и первый снимок за последний год. Вот у нас такая задача. То есть, мы сформулируем, что хотим сохранить. И такую политику, в принципе, легко настроить для разного рода таблиц, снапшотов и так далее. После этого мы с помощью кода можем вот эту политику превратить в SQL запрос, который выполнит, очистит нам. То есть, он говорит, какие вещи сохранить, какие удалить. То есть, с помощью кода мы превращаем вот такую политику в SQL запрос, который прогоняется на базе. На этом уже у меня доклад практически закончился. Я хотел бы только обратить внимание на такие ключевые моменты. В основе нашей всей архитектуры, несмотря на то, что мы используем целый ряд технологий, лежит антология. То есть, мы говорим, что у нас есть предметная область, мы ее описываем в коде и описываем ее, снабжаем требуемой нам метаинформацией. После этого, имея такое описание, остальной код мы уже можем писать в нужной степени обобщения. То есть, мы можем индивидуальный код для конкретного объекта написать, он будет использоваться просто строго для этого объекта. Мы можем писать универсальный код, который будет работать для всех сущностей. То есть, наличие полной метаинформации в коде, оно открывает широкие возможности по написанию обобщенного кода. Дальше. Ключевой момент – это event sourcing. То, что мы находимся… Инструментарий игры находится в отдалении по сравнению с OLTP-базой, то есть с ITMO-ом. И мы оттуда только получаем события. Это заставляет нас, пользуясь этими событиями, их сохранять, их хранить, очень бережно с ними обращаться, с событиями. Но конечному пользователю, кроме самих событий, нужно еще знать состояние всех сущностей. Поэтому мы используем этот подход для того, чтобы предоставить такую возможность пользователю. Пользователь интерфейса может нажать кнопочку и вернуться в прошлое. А как оно было тогда? Вот когда там произошло какое-то событие, а что было тогда? И он будет видеть всех аватаров на тот момент времени, состояние предметов и так далее. Все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Арсений. Так, минуточку вопроса. Ребята, поднимайте руки. Ну, я прошу прощения, у нас ограниченное количество времени и вопросов. Поднимайте руки только тех, кто не задавал еще. Здравствуйте. Спасибо за интересную презентацию. Как мы увидели, как вы нам показали, то, что ваш проект достаточно сложный и грамотный. И в России как-то он оценивается количеством пользователей. Вот скажите, как продвигается в других странах данная игра? Ведется ли какая-то статистика в самой компании или в самой игре? И можно ли это, например, посмотреть обычному пользователю? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но он, наверное, немножко не по адресу. Дело в том, что я занимаюсь разработкой программного сообщения, а не продвижением. То есть наша игра, насколько я знаю, она присутствует на нескольких территориях. То есть мы разрабатываем локализованные версии. То есть у нас изначально закладываем, что все сообщения у нас локализуются, и мы передаем команде международной поддержки. Они выполняют перевод на несколько языков. С нашей стороны вот этого касаемся. Количество пользователей. Тут такая ситуация. То есть мы делаем систему масштабируемую, которая, в принципе, не зависит от количества пользователей. То есть мы закладываем такие технологии, которые позволяют нам и все технологии, которые мы используем, они масштабируемы практически резиновым образом. То есть по количеству пользователей мы не ограничены. Как там, на самом деле, в данный момент все дела. Я, честно говоря, точно не могу сказать. Это можно на сайте All of the Online посмотреть. А, и, кстати, вот будет выступать, через неделю будет выступать руководитель проекта All of the Online. Здесь же, наверное, да? И можно будет задать ему… На брейкпойнте он будет выступать. На брейкпойнте, да. Вот можно этот вопрос ему задать, он вам всю актуальную информацию сообщит. Здравствуйте. Я хотел спросить. Вы начали вначале говорить, что про интерфейс некоторым пользователям что-то не нравится, что-то нравится. Был такой вопрос. А что насчет пользовательской разработки интерфейса? Например, World of Tanks, World of Warcraft есть такая поддержка в виде аддонов, то, что может делать сам пользователь. Есть ли в вашей игре такие возможности? Да, спасибо за вопрос. Опять немножко не по адресу. Есть такая возможность. Люди пользуются, разрабатывают аддоны. Вот. В той части, которую делаем мы, пока пожеланий пользователей не было, чтобы писать аддон. Но, в принципе, нам легко поддержать любые аддоны, потому что у нас как бы стандартная технология, мы легко можем любые аддоны включить. Но вот это наш инструментарий, он не для конечных пользователей, а для линии поддержки. То есть для первой линии поддержки, для второй линии поддержки и для расследований. То есть это так, скажем. Я не думаю даже, что наш интерфейс конечным пользователям игры не виден. Меня зовут Елена. Спасибо вам за интересную презентацию. А вот вы говорили про удаление неактуальной информации. Скажите, пожалуйста, как вы определяете неактуальность информации? У вас какая-то статистика? Есть обращение пользователей к истории? В каком принципе вы определяете? Конечно, да. Такая статистика ведется. Спасибо за вопрос, который по адресу. У нас уже есть вот эта предыдущая система. И за время эксплуатации вот этой предыдущей системы накоплен опыт. Во-первых, какие данные занимают больше всего места. То есть это заставляет нас очень внимательно проектировать базу данных для того, чтобы эти данные как-то компактно хранить, чтобы они там поменьше места занимали. Это первое. Второе. Выработана уже определенная политика по хранению, по объему хранения. Потому что уже есть определенный опыт наработанная. Насколько далеко люди в прошлое хотят видеть. То есть, например, по платежам хранится полная история. То есть вообще с самого начала сотворения мира этого, алодов. А, допустим, по квестам каким-то отрезается с какого-то времени и по предмету тоже отрезается. Так, еще вопрос. Здравствуйте, Арсений. Меня зовут Андрей. Вы вначале говорили про читерство. Какие вы конкретно методы используете для защиты от читерства, защиты от вмешательства в клиент и какие бы вы посоветовали начинающему разработчику игры? Спасибо. Благодарю за вопрос. Тоже, наверное, немножко не по адресу. Значит, мы вот со стороны геймтула мы собираем статистику. И у нас есть отдел, который занимается анализом этих данных, таким аналитическим. И выявляют закономерности, связанные именно с тем, что там может происходить необычного. Ну, во-первых, конечно, необычное ускорение процессов роста, необычный быстрый набор там чего-то такого. Это с одной стороны. С другой стороны, в саму систему защиты, ну, вся игра параллельно играется в двух местах. На клиенте и на сервере. И клиент-сервер между собой постоянно общаются. Как там у них смотрят? Так, а все ли у нас одинаково происходит? И сервер обнаруживает, что если там возникает проблема. То есть в сервере встроена целая прямо подсистема, мощный механизм, который валидирует работу клиента. Почему нельзя делать это только на сервере? Потому что требуется эта игра интерактивная и очень быстрая. И поэтому клиент играет у себя, и мы можем только вот параллельно играть и там, и там. А не так, что ты сделал действие, подождал, пока дошел до сервера, подождал ответа и так далее. Все, наверное, это был последний вопрос. Нет, не, не, погоди, привет. Ну, в общем, был небольшой опыт использования Play, и вообще Play производит впечатление такого достаточно игрушечного фреймворка, и еще не очень маленькая комьюнити, и если какие-нибудь проблемы вправо-влево возникают, то их очень сложно найти, решение этих проблем, потому что комьюнити крайне ограничены по сравнению там со спрингом и со всем майнстримом. Какие проблемы реально возникают с Play, и действительно можно ли его использовать в продакшн-разработках? Спасибо за вопрос. Значит, с Play, ну, насчет того, что продакшн-разработки, в принципе, можно использовать. Свои проблемы тоже существуют. Одна из проблем, которая такая нас беспокоит, это то, что Play использует SBT. То есть там вот такая система компиляции, хитрая, вот, и мы ее пока не осилили, вот планируем перевести Play на Gradle, потому что это, то есть Gradle, он, наверное, более перспективный в этом плане. Дальше. С точки зрения решения каких-то возникающих проблем, ну, у нас, наверное, пока таких проблем не возникало. То есть вот таких прям, чтобы, чтобы таких блокеров, которые бы нам куда-то мешали двигаться. Ну, во-первых, там же чистый HTML, мы рисуем все в HTML, чистый JavaScript, мы рисуем все в JavaScript, это то, что нам требуется. Используем LS, используем CoffeeScript, там, то есть мы, ну, в этом плане не очень ограничены самим Play. С точки зрения сервенной поддержки у нас используется Sleek, и тоже Play здесь тоже как-то не при делах. Play, по сути, выполняет интеграционную роль, то есть он крутит наш, крутит нашу систему и позволяет вот это вот, передает данные. То есть роль Play, ну, там, он, собственно, много работы не делает. Он делает строго, масштабируемость обеспечивает и обеспечивает простую задачу – доставить наш контент до клиента. И, в общем-то, то есть пока таких вот радикальных проблем мы не видели. Большой за вопрос. Спасибо большое, Арсений. Мы хотим поблагодарить тебя и вручить вот небольшой вот такой вот… Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.